Всем привет! Скульпт из Альфа 6. И давайте посмотрим, как можно здесь делать именно для игрушки персонажа зомби. Погнали! Так, сфера нам пока не нужна. Можно, конечно, с неё сделать сначала персонажа и сделать череп. Ну, разные детали. А потом будет вот такой вот порядок. Сначала импортируем сюда именно череп. Который вы сделаете нью сцен. Вот такой приблизительно череп. Ну, чтобы полностью зубы были. Ну, нормальный, не сросшийся. Этот череп я скачал. Так что, для объяснения, чтобы было. Так, следом импортируем уже персонажа. Персонажа тоже можно вылепить. Или, возможно, сейчас уже много персонажей. Их можно скачать. Я взял именно персонажа с The Brush базового. Здесь уже нажимаем Add Object. И вот так вот сферу наводим. Жмём ОК. И сейчас добавляется ещё один саптул. Но он маленький. Давайте его теперь с Кайл немножко прибавим. Он будет у нас основной. И вот с помощью вот этого граба подтянем сюда. Чтобы грабом вот так двигать, то глобал должен быть включен. Вот так. Всё, теперь его подгоняем под черепушку. Как-то вот так устанавливаем. Где-то вперёд можно вывести. И ещё немножко. Давайте с Кайл. С Кайл это вверх. Поднимаете. Граб. Ну, двигайте куда хотите. Вот сюда, сюда. Так, всё это дело подгоняем. Смотрим, где у него челюсть. Получается у нас вот такая штукенция. Ну, а теперь можно работать. Детализацию чуть-чуть поставить. Теперь Draw. И с помощью Alt. Как-то вот открыть вот эту часть зубов. Клей можно выключить. Ну, вот так как-то сделать. Так, здесь нужна дырка. Сделаем дырку именно в челюсти. Можно дырку сделать вот здесь вот в голове. Ну, опять же с глазами. Глаза у зомби пусть так. Ctrl Z. Через Shift можно их выгладить. Чтобы они были гладкие. Вот так. Ну, где-то что-то опять же подгладить. Где-то клеем возможно поднакидать брови, дуги. Один глаз можно через Alt вообще поубирать вот так. Ну, и Shift не забываем выглаживать, когда Alt делаем. Так, вот здесь вот будет глазное яблоко. Типа впадина. Чуть-чуть можно приоткрыть где-то череп. Ctrl и ненужные детали также у черепа можно через Alt поубирать. Вот таким вот образом. Вот так где-то поочистить. Ну, словом, придать форму. Теперь грабом граб можно включить. И вот так. Если вы нажимаете на маскированную именно область и левая кнопка мыши, то переключайтесь на тот, на другой именно Subtool. Так. Ну, вот как-то так. Теперь нажимаем на маскированную левой кнопкой мыши. И можно нос, ну, опять же, Shift выгладить, чтобы исчезли вот эти дырки. А потом можно Drive и Alt все дело вот так как бы вмять аж до самого носа. Так, Clay уберем опять же. И поглубже вот туда, чтобы теперь проскрылся. Вот так как-то. Так, следом, что можно еще сделать? Ну, а здесь уже Clay можно лепить. Так. Детализацию поменьше. Именно курсор тоже поменьше. И где-то что-то вот, какие-то связки добавлять, где-то что-то выгладить. Вот так вот. Где-то что-то через Alt опять же вмять. Вот так вот. Добавить можно именно резаную кожу, такую, ну, несколько слоев. Выбираем крис. Начинаем резать где-то, ну, какой-то участок. Потом возьмем Drive и Clay через Alt как-то вот его подначертаем вот так. Чтобы была и кожа, и мясо, и, короче, тут все добавлять. Без Clay можно немножко вот так вот поднарисовать что-то. Вот таким вот образом. Здесь уже пускай будет кость, допустим, с мясом. Здесь какие-то добавить, ну, не знаю, шишки вот такие что ли. Так, здесь под глазом уже Clay можно добавить побольше мяса. Вот так, что-то торчащее можно добавить. Здесь под глазами можно сделать вот такую штуку. Делаем кисточку поменьше, а детализацию побольше. И вот так, вот на этом, на Drive, пардон, Clay отключаем. Так, детализацию еще побольше. И вот здесь как бы вот оформить глаз. Типа кожа отходит вот так вот. Здесь на носу тоже что-то такое эдакое добавить. Здесь можно черепу добавить зубы. Ну, я опять же приблизительно делаю, чтобы это объяснить. Так, вот зубы, допустим, вы добавили, чтобы или со скелетом, возможно, они уже у вас идти будут. Где-то кризом все это дело можно подгладить. Потом так кризом вот попрорезать где-то что-то, чтобы тут явно все было. Надрезы какие-то сделать. Вот тут какие-то вмятины на черепе. Здесь тоже какую-нибудь штукенцию, так губа висит, допустим, вот сейчас ее добавим. Вот здесь вот губа побольше, так. Здесь какая-то штука тоже висящая. Вот так вот. Так, что еще тут можно сделать? Ну, допустим, убрать одно ухо. Сначала мы его выглаживаем обязательно шифтом, чтобы все вот эти пазы, все исчезло. Ну, а теперь через Альт и все это дело можно вдавить, но чтобы артефактов не было, опять же выглаживаем. Так, получается что-то такое. Так, череп можно или оставить, или уменьшить. Грабом шею немножко сделать потонше. Он же все-таки мертвяк. Ему питания не хватает. Так, вот эти части тоже поглубже как бы увести. Он же сухой весь. Так, потом здесь щеку как-то преобразить вовнутрь. Вот таким вот образом. Здесь подбородок чуть-чуть вытянуть. Вот так. Этот глаз можно как бы вот потек, как будто у него тут. Вот такая штукенция. Здесь как бы вмятина в череп. Вот такая. Здесь глаз, опять же с глазом, чтобы он, может он прищуренный будет. Или просто белый такой глаз. Ну и побольше резки. Побольше каких-то вот таких деталей. Там побольше трещин, каких-то торчащих кусков мяса. Вот так вот все это делаю. Оформить губу. Здесь вот тоже, чтобы зубы вылезали, можно сделать. Так, ну вот что-то вот так вот. Ухо можно сделать именно порватое. Ну, чтобы как будто там дрался. Вот так вот, типа коцаная. Вот так вот. Что еще с глазом? Попробуем давать его немножко. Вот так вот. Поменьше сделать. Эту часть сапатки уведем вглубь. И нос немного вот так вот приподнимем побольше. Так, что еще? Так, ну опять же с черепом поработать. Чуть зубы можно как-то вперед. Какую-то скулу прямо вытащить. Вот что она оголена уже. И здесь сделать, вот на этой части, именно сделать жилы какие-нибудь. Висящая кожа. Так вот. Вот таким вот образом сейчас драйв включаем. Интенсивность побольше. Кисточку размер поменьше. И как-то вот, допустим, вот так. И вот это дело все можно чуть-чуть. Так что ли. Так, шифтом это все немножко выгладить. Прибавить детализацию. Где-то что-то полигончиков добавить. Чтобы более-менее это выразительно все было. Вот так. Так, ну здесь тоже можно кусок мяса из глаза, допустим, достать. Так. Не всегда получается маленький вот этот, вот маленькую часть вот эту достать. Ну не беда, можно, допустим, ее пролепить. Вот так как-то шишку какую-то там опухоль добавить. Какие-то язвы. Ну любая ваша фантазия. Так. Вот эту часть можно, допустим, черепа побольше кисточку поставить и вдавить. Так, кисточку поменьше. Вот что-то в таком духе сделать. Так, здесь вот можно часть прибавить как-то. Потек сделать веки. Так. Глаз отдельно. Так. Глаз еще повыше, наверное. Так, здесь скулу прибавить. Вот так вот как-то. Рот разорванный побольше вот так вот. Что-то висящее можно на подбородке вот таким вот образом дооформить. И получается у вас вот такой вот монстр. То же самое можно делать и в зебраш. Так, детализацию чуть-чуть поменьше. Потому что два саптула. Так, здесь вот можно глотку сделать, чтобы вот это вот жило как бы уходило вбок. Челюсть приподнять и попорезать, покоцать вот эту шею. Это уже кризом как-то вот так спонтанно что-то. А потом уже это все рисунок какой-то появится. И по этому рисунку можно уже дооформить кожу полностью. Где-то сгладить, где-то добавить. Кусок волоса где-то добавить. Можно там челка, допустим, висит. Или наоборот все это дело как бы в голый череп превратить кусками так вот налипшего мяса. Вот так вот. Вот что-то в таком духе. Ну и еще что можно сделать. Так, сначала смотрим по полигонам. Что у нас тут по полигонам? Двадцать, так, двести тридцать тысяч. Ну это нормально, если понизить полигона, что вот включайте Warframe. Смотрите какая сетка. Ну так сетка небольшая. И вот нажимайте вот сюда. Redux Selected. И она от больших будет понижать к меньшим. Вот еще можно раз нажать ее. Хоп. Она еще раз понизит. Еще раз. Так, все это понятно. Если вы сняли маску, допустим, вот все у вас объединяется, но в другой программе, чтобы это все, если вам вот это подходит, то нормально. Если нет, то Ctrl Z. И можно развести вот эти вот саптулы. Так, grab. И, допустим, вот этот саптул уберите сюда, а этот так и оставьте. Потом вы вот этот общ файл, когда сохраните, закинете ее в the brush, и вот так они у вас на расстоянии будут. Вам нужно просто взять и назад его потом поставить. Так, ctrl Z, ctrl Z. Итак, вот у нас есть мутант. Снимаем ctrl, левая кнопка мыши, по экрану провести маску. И добавим ему, давайте, каску. Это опять же импорт. Так, шлеп. И опять же, add object. Щелчок. Ждем, когда загрузится. Загрузилась каска. Немножко и скайл это вниз. Уменьшаем. Теперь, grab. Чуть-чуть прибавим. Так, так, так. Еще раз скайл. Только кверху. Опять же, grab. Так, и попробуем все это дело перекрутить. Вот так вот. Вот эта кисточка, ротация. Но только ее надо по пределу, по большому, ну, до конца делать, чтобы она весь взяла вот этот вот. Ну как, все. Саптул. Так, теперь все это дело как бы вот сюда. Как бы вот так. Теперь, control-i. И чтобы шлем более-менее нормальный был, давать вот драйвом через alt. Где-то что-то уберем. Вот так вот. А так вмятины есть, все нормально. Можно также какую-нибудь краску добавлять. В смысле, кепку. Там любые шмотки. Там раскраска, мясо и так далее. Ну, такой фашист-мутант. Короче, любая ваша фантазия. И все будет классно. Так, что-то мне не нравится, что он улыбается. Вот так. О, харя потекшая. Здесь подъем. Вот такая штукенция. Здесь, допустим, мясо может вот так вот. Не знаю, рог какой-нибудь быть. Врага добавить. Я не знаю, там. Снаряд в башке. Колун. Там, я не знаю. Кол. Да, любая ваша фантазия. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok